Здравствуйте! Это время новостей в студии Ассальту Легенова. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Осторожно, Клоп! Горожане жалуются на атаки вредных насекомых. С чем связано их нашествие на Сочи и, главное, как с ними бороться. Закрыты на реконструкцию. Два центральных пляжа-курорта обнесены забором. Что за ним происходит и как изменятся Ривьера и Звездный. Не поделили дорогу. Кто виноват в массовой аварии на улице Донской? Подробности об этом не только расскажем в сводке ЧП. В четверг в 9 часов утра были остановлены насосные станции в поселке Вардане. Как заявили в водоканале, мера эта вынужденная. Остановка связана с крупными восстановительными работами на магистральном водоводе. На нем были обнаружены серьезные повреждения. Ситуация была расценена как предаварийная и требовала оперативного вмешательства. Так как трубопровод является частью системы по обеспечению чистой питьевой воды обширных территорий Лазаревского района. На время проведения восстановительных работ перебой с питьевой водой могут испытывать жители ряда поселков, микрорайонов и улиц. После восстановительных работ начнется процесс наполнения системы. Во избежание гидроударов на трубопроводе он будет проводиться в мягком режиме. Стабилизировать подачу ресурса окончательно планируется до конца суток 20 октября. И в связи с ремонтными работами временно приостановлена подача горячего водоснабжения абонентом котельный номер 15 в Дагомысе. Сообщили при службе Сочи теплоэнерго. Оно появится после восстановления нормативного давления на теплоузле. Сочинцы обеспокоены резким нашествием клопов. Вредители уничтожают растения и параллельно атакуют дома жителей курорта. Обыденное ли это явление для осеннего города, чем вредны эти насекомые и самое главное, как с ними бороться, узнала съемочная группа Сочи-24. Просто посмотрите на это. И они все хотят домой. Коричневый мраморный клоп появился на территории города Сочи и на территории Черноморского побережья примерно в 2014 году. А с 2016 начался неизбежный подъем численности насекомых. Клоп способен повредить более 300 видов древесных и травянистых растений. Является виновником неурожая фундука, груш, яблок. Для людей клоп неприятен тем, что нередко решает устроиться на зимовку в жилище человека. Коричневый мраморный клоп относится к категории так называемых досаждающих вредителей. То есть он человека не кусает, не облизывает, но он идет зимовать в строение человека. То есть ему нужно было, чтобы было сухо и достаточно тепло в момент зимовки. Поэтому каждую осень, и это обусловлено даже в меньшей степени погодными условиями, в большей степени это обусловлено продолжительностью светового дня, каждую осень у нас мраморный клоп начинает искать место своей зимовки. К таким местам чаще всего относятся пространства за зеркалами, коврами, шторами, а также за подвесным потолком. Как же можно предотвратить проникновение насекомых в жилой дом? Во-первых, это использование феромонных ловушек. Они развешиваются по периферии участка, ни в коем случае не на стену дома, и очищаются ежедневно, клопы уничтожаются собранные. Это первое. Второе. Рамы, периферии рам и вокруг рам стены обрабатываются средствами бытовой химии от бытовых насекомых. После обработки помещения его обязательно следует проветрить. К сожалению, остановить нашествие клопов невозможно, но у горожан есть возможность борьбы с вредителями, которые охотно устраиваются зимовать вместе с человеком. Валерия Асачи, Дмитрий Говорков, Время новостей. В центральном районе Сочи закрыли сразу два пляжа – Ривьера и Звездный. Ограждения там появились еще 15 октября. Связано это с дальнейшей реконструкцией их территории. Как они изменятся, что на пляжах происходит сейчас, и как скоро горожане и гости курорта увидят обновление. Ответы на эти вопросы знает моя коллега Дарья Крыжичковская. Эти заборы – временная мера. За ними начался третий этап реконструкции набережной пляжа Ривьера. Проводятся работы по благоустройству находящегося рядом пляжа Звездный. Сейчас здесь демонтируют прибрежные кафе и бары, убирают пляжный инвентарь. Территория давно нуждалась в преображении. Это временно стало. Собственные средства в развитие пляжей вкладывает инвестор. По проекту вскоре здесь появятся зоны отдыха, детские игровые площадки и другое. Мы рады сообщить наконец-то гостям и жителям города, что мы приступаем к реконструкции набережной пляжа Звездный. Он станет логическим завершением реконструкции набережной пляжа Ривьера. Наконец-то увеличится территория самого пляжа, набережной. Появится единый архитектурный облик, детские зоны, аэрарии, солярии. И все работы мы планируем завершить к началу летнего сезона. Вот как набережная будет выглядеть после ремонта. В центральной части новой облагороженной территории установят скамейки, положат свежую брусчатку и даже построят бассейн. Судя по проекту, это однозначно сделает отдых на курорте более привлекательным и комфортным. Реконструкция пляжа Ривьера началась в 2020 году. Это место стало одним из любимых для туристов и жителей Сочи. Здесь и скверы, променад, кафе, бары и все это с видом на красивые закаты. Чего стоит один амфитеатр? Точка притяжения любителей живой музыки и концертов под открытым небом. Этой зимой для гостей и жителей Сочи откроют 32 городских пляжа, в то время как Ривьеру и Звездный будут готовить к лету. Они будут закрыты до начала курортного сезона 2024 года. Дарья Крыжечковская, Дмитрий Петрий. Время новостей. В Сочи у приезжего изъяли более 500 граммов наркотиков. 32-летнего жителя Севастополя задержали на улице Виноградный. При личном досмотре в нижнем белье у него был обнаружен и изъят сверток, в котором находился метадон массой около 50 граммов. По адресу временного проживания задержанного полицейские нашли электронные весы, магниты, упаковочный материал и гашиш массой свыше 450 граммов. А также установили адреса пяти тайниковых закладок, из которых также были изъяты свертки с наркотическими средствами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. О других происшествиях расскажем далее. Массовая авария произошла в центральном районе Сочи. Как минимум три машины столкнулись на улице Донской в районе 12-й школы. По предварительным данным, водителю одного из автомобилей стало плохо за рулем. Он не справился с управлением. О других пострадавших не сообщается. На Мамайском перевале грузовик скатился вниз из-за отказавших тормозов. Другие автомобилисты находились на расстоянии. К счастью, никто не пострадал. На улице Лысая гора фургон марки «Мерседес», создавая задним ходом, толкнулся с припаркованным легковым автомобилем. Скорее всего, в обстоятельствах произошедшего теперь будут разбираться инспекторы ГИБДД. Это не все, о чем мы успели вам рассказать. Смотрите далее в нашей программе. Далеко за 100 миллионов эксперты назвали три улицы Сочи, где продается очень дорогое жилье, где самый высокий ценник. Грядет модернизация. На Мацесте обустраивают сельскохозяйственную ярмарку. Что еще попросили жители у властей? Не воспользовались преимуществом. ХК Сочи проиграл московскому «Спартаку». Яркие фрагменты встречи в нашем выпуске. Об этом и о многом другом сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь. Только сейчас приобретайте аппарат «Алмак плюс» по сниженной цене в аптеках «Адонис». Все профессиональные монтажники приобретают сантехнику в магазине «Теплоход». А ты – профи? Тогда в магазин «Теплоход». Условия лучше, цены ниже. Приреченская 2-4. Магазин «Теплоход». К сантехнике особый подход. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на Макс ФМ. Время новостей в эфире в студии Ассальту Легенова. И теперь новости из краевой столицы. Проект развития северо-восточной части Краснодара представили сегодня губернатору. Вениамину Кондратьеву показали макет нового города. Согласно проекту, застроить планируют территорию порядка полутора тысяч гектаров. К слову, площадь социальных объектов на ней будет преобладать. Здесь предусмотрена 21 школа. В нормативной площади мы предусмотрели по полторы тысячи мест. Порядка 45 детских садов. 11 храмов. Они у нас стоят в таких мазерных зонах, как разместили. Из общей предварительной площади продаваемого жиле. Это порядка 6 миллионов 700 тысяч квадратных метров продаваемых живых площадей. И порядка 1 миллиона 200 это коммерческих площадей, которые будут именно где место приложения труда жителей данного района. Давайте про квадратные метры жилые говорить в последнюю очередь. У нас Краснодар, он сегодня превратился в большой спальный район. Здесь, здесь должно быть все по-другому. Все по-другому. Конечно, жилье здесь будет. Безусловно, будет. Но приоритетом, доминирующей составляющей, конечно, будут социальные объекты, объекты культуры, здравоохранения. Это вот то, что мы, наверное, не делали в Краснодаре лет 30, а может быть больше, не строили. Не строили. Вот здесь давайте все это построим. В том числе за прошедшие 30 лет построим. Потому что сегодня и медицинская инфраструктура, и социальная, в том числе и объекты культуры. И у нас есть, что Кубанский казачий хор находится в приспособленном здании, что театр молодежный в приспособленном здании. А театр современного искусства, который есть сегодня во всех прочих регионах, у нас его вообще нет. Поэтому вот это приоритет. Потому что это и есть современный Краснодар. Новая территория рассчитана примерно на 270 тысяч жителей. В ней будет предусмотрено строительство медицинского кластера, спортивной и другой социальной инфраструктуры. Начать закладывать фундамент новой части города планируют уже со следующего года. В Сочи назвали топ-тройку улиц самыми дорогими квартирами. Исследования провели специалисты брокерской компании «Оникс Недвижимость». Они проанализировали предложения квартир и апартаментов на курорте с ценой выше 100 миллионов рублей. И выяснили, где продается больше всего ультрадорогих лотов. Сейчас основной объем предложений квартир и апартаментов, которые оцениваются дороже 100 миллионов рублей, приходится на 10 основных улиц, переулков и проспектов Сочи. Совокупно с такими адресами продается 250 квартир. Это 84% относительно общего объема предложений. Сегодня больше всего квартиры и апартаментов с ценой выше 100 миллионов рублей предлагается на курортном проспекте. Самый дорогой оценивается в 1,8 миллиарда рублей. Вторую строчку занимает морской переулок. В этой локации экспонируется 49 объектов. Самый дорогой с этим адресом стоит 700 миллионов. Замыкает топ-тройку улиц Орджоникидзе. Здесь продается 38 лотов выше указанной отметки. Самый дорогой из них оценивается в 400 миллионов рублей. В Сочи подвели итоги первого муниципального грантового конкурса молодежных проектов «Сочиняй смыслы». Гранты на реализацию собственных проектов в пределах 200 тысяч рублей от администрации города Сочи получили 10 молодых горожан в возрасте от 14 до 35 лет. На церемонии награждений побывала наша съемочная группа. Основная цель конкурса – поиск интересных идей среди молодежи. Для каждого участника очень важна поддержка, внимание к работе, проведенной самостоятельно, и оценка проекта экспертами. Муниципальный грантовый конкурс для физических лиц «Сочиняй смыслы» мы сегодня проводим поручение Алексея Сергеевича и будем вручать ребятам сертификаты, которые выиграли этот конкурс и будут реализовывать свои личные проекты. На награждении были презентованы 10 проектов, которые победили в муниципальном грантовом конкурсе «Сочиняя мечты». Всего было подано 20 заявок, каждая из которых была рассмотрена. Проекты подавались по пяти номинациям. Победители поделились идеями и впечатлениями от мероприятия. Мой проект называется «Мисс студенчество». Будет 15 девочек, которые будут представлять свой вуз или СУС и будут между собой соревноваться. Хотелось бы поблагодарить администрацию города за такую предоставленную возможность, которая позволяет реализоваться молодежи. Администрации города нам оказана финансовая поддержка. Мы будем создавать музейную экспозицию в виде стендов, которая нам расскажет о хронологии событий военных лет нашего государства. И будет небольшая мультимедийная выставка, на которой будут освещены современные герои СВО. Все проекты победителей будут реализованы до 15 ноября текущего года. Администрация города уделяет большое внимание развитию молодежи в самых разных областях, всячески способствуя продвижению интересных идей и поддерживая инициативных ребят. У нас сейчас будет объявлен новый этап на следующий год. 17 ноября мы откроем прием заявок по этой программе и в День студента подведем итоги. Организаторы конкурса надеются, что в будущем году будет также много хороших, масштабных работ, которые не только понравятся ребятам и расскажут о мечте каждого из них, но и будут помогать городу становиться еще лучше, уникальнее и красивее. На Мацесте началась модернизация сельскохозяйственной ярмарки. Она будет расширена, кроме того, будет подключено электро- и водоснабжение. Торговые места оборудуют в едином стиле. Об этом говорили на встрече жители микрорайона Мацеста с представителями администрации города. Много вопросов касалось благоустройства микрорайонов. В частности, летом на Мацесту обрушилась непогода. В рамках ликвидации последствий ЧАЭС была проведена расчистка русла реки, а также восстановлена пострадавшая инфраструктура. Восстановлено ограждение моста в районе поворота на улицу Фурмана, в районе бальнологического курорта Мацеста. Восстановлено тротуарное покрытие на мосту в районе поворота на СНТ Кипарис. Выполнены работы по восстановлению разрушенного парапета. Установлены новые опоры линии электропередач. Выполнены работы по замене семи остановочных павильонов. Заменена парковая мебель в сквере Мацеста. Кроме того, в этом году в микрорайоне выполнено комплексное благоустройство пляжа Мацеста. Построен скейт-парк, обустроена детская площадка и благоустроена общественная территория по улице Аллея Челтенхэма. Сегодня уже концепция его утверждает. Поэтому там будет и футбольное поле, там будут проводиться соревнования. Ну, там будут проводиться соревнования между национальными общинами. Поднимались на встречи вопросы ремонта автомобильных дорог, работы общественного транспорта, организации уличного освещения. Многие просьбы жителей удается решить благодаря паспорту ТОС. У нас есть сейчас паспорта ТОС. И жители приносят свои пожелания. Мы вписываем паспорта ТОС. И вот согласно паспорту ТОС выполняется много работ. Конечно, не все, но по возможности стараются делать то, что касается жизни населения. Это большое подспорье, потому что мы туда записываем. Администрация района, администрация города все это видит, ставят на исполнение. Ну и то, что возможно, делается. Перед сходом граждан работала мобильная приемная, где присутствовали представители всех управлений и департаментов администрации курорта, а также коммунальных предприятий. И люди смогли обратиться с вопросами или предложениями еще до начала схода. Например, жители улицы Фурманова обратились в мобильную приемную с просьбой благоустроить пешеходную зону. Там только дорога, а тротуара не было. Там надо было, чтобы там есть уже много девушек с ребенком, с детьми в этом плане. Надо, чтобы могли на колясочках проехать вперед-назад. Подсветки не было. Сейчас пообещали сделать свет там. То есть все благоустроить нормально. Среди тротуара будет около двух метров. Все вопросы, озвученные жителями микрорайона на сходе и во время мобильной приемной, зафиксированы и переданы в работу отраслевым подразделениям администрации Сочи. Их исполнение находится на контроле главы города. И о спорте. Хоккейный клуб Сочи проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1-3. Встреча прошла в среду на домашней арене «Леопардов» в рамках КХЛ. По одной шайбе забросили в ворота друг друга команды во время первого периода игры. Среди сочинцев отличился нападающий Артур Тинулин. Среди москвичей защитник Михаил Чайковский. «Спартак» вышел вперед во втором периоде игры. Шайбу в ворота сочинцев забросил нападающий Герман Рубцов. «Леопарды» не смогли воспользоваться преимуществом, хотя играли в большинстве. В третьем периоде игры ворота «Южан» дважды спасал защитник Василий Мачулин. Однако на последних минутах сочинские хоккеисты все же пропустили третью шайбу. Атаку реализовал московский нападающий Андрей Локтеонов. Следующий матч хоккейный клуб «Сочи» проведет против казахстанского «Бориса». Встреча пройдет во дворце «Спорта Большой» 20 октября. Напомню, трансляции всех домашних матчей можно смотреть на телеканале «Сочи-24». На этом у меня все. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале «Сочи-24 ТВ» и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp, номер на вашем экране. Информационное вещание нашего телеканала продолжает выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Число французских граждан, убитых во время атаки Хамас на Израиль, возросло до 24. Об этом сказала премьер-министр страны Элизабет Борн. Во время нападения 7 октября было убито 24 наших соотечественника. Несколько пропали без вести. Нескольких других, вероятно, удерживают в заложниках в Газе. Борн добавила, что 3,5 тысячи граждан Франции смогли вернуться домой из Израиля на специальных рейсах, которые направила её страна. Между тем, президент США Джо Байден вернулся домой после своей поездки на Ближний Восток. Он посетил Израиль, чтобы выразить ему поддержку. Выступая в Тель-Авиве, Байден отметил, что ракету, которая попала в больницу в Газе и убила несколько сотен человек, скорее всего, выпустила террористическая группировка. «Исходя из информации, которую мы получили, это, по всей видимости, результат ошибочного запуска ракеты, выпущенной террористической группировкой в секторе Газа. США выступают за защиту жизни гражданского населения во время конфликта. Я искренне скорблю по семьям, которые были убиты или ранены в результате этой трагедии». Байден также добавил, что США предоставят 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь в Газу. Он уже договорился с Египтом, что грузовики проедут через его границу. При этом он отметил, что продовольствие и другие предметы первой необходимости доставят только в том случае, если их не изымет Хамас. При этом палестинская администрация продолжает возлагать вину за взрыв больницы на Израиль. В связи с этим во многих странах начались антиизраильские протесты, а также акты насилия. Так, посольство Израиля в Аргентине эвакуировали из-за возможного заминирования. Также израильтян эвакуируют из Турции из-за протестов и угроз в их адрес. Между тем, израильские войска продолжают оставаться возле границы с сектором Газа. Когда начнётся наземная операция в Анклав, пока неизвестно. Удвоить усилия по охране внешних границ Евросоюза и активнее высылать нелегальных мигрантов пообещали лидеры Бельгии и Швеции, а также глава Европейской комиссии. Их заявление прозвучало после убийства двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе. Эту атаку власти Бельгии назвали терактом. Нападение произошло 16 октября. Злоумышленник разместил в соцсетях видеоролик, в котором взял на себя ответственность за убийство. Он также назвал себя членом исламского государства, запрещенной в России и других странах террористической организации. Подозреваемого быстро нашли и ликвидировали. Им оказался 45-летний выходец из Туниса. В 2011 году он нелегально прибыл на итальянский остров Лампедуза, затем жил в Швеции, а позже подал заявление на предоставление статуса беженца в Бельгии. В 2020-м получил отказ. Суд предписал ему покинуть ЕС. Вручить предписание не смогли, поскольку тунисец сменил место жительства. Примечательно, что он был на заметке у полиции. Его подозревали в незаконной перевозке мигрантов, а также считали способным создать угрозу национальной безопасности. Сейчас таких людей можно только попросить уехать добровольно. Мы должны срочно это изменить. И именно поэтому Европейская комиссия предлагает дать государствам ЕС право принудительно депортировать тех, кто считается угрозой национальной безопасности. Лидеры ЕС также считают необходимым ещё больше ужесточить охрану внешних границ блока. «Нам необходимо защищать наши европейские границы, о чём мы довольно часто говорили на последних европейских заседаниях. Если мы не защитим общих границ, то не сможем поддерживать свободное передвижение внутри Европы». Лидеры ЕС также считают необходимым получить право без проволочек депортировать всех нелегальных мигрантов. Столица Гвинеи Бесао страны в Западной Африке погрузилась во тьму. Турецкая компания Car Power Ship отключила к городу Бесао электроэнергию. По словам министра экономики Гвинеи Бесао, произошло это из-за невыплаченного долга. Он добавил, что сейчас ведутся переговоры по погашению задолженности в размере 15 миллионов долларов США. Эту сумму страна задолжала компании за электроснабжение и водоснабжение. Министр обещает решить вопрос в течение 15 дней. Турецкая фирма Car Power Ship – один из крупнейших в мире операторов плавучих электростанций. С 2019 года она обеспечивает 100% потребностей Гвинеи Бесао в электроэнергии. Представитель Car Power Ship заявил, что их плавучая электростанция не смогла продолжать работу после, цитата, «длительного периода без платежей». Также в заявлении компании отмечается, что она круглосуточно работает с чиновниками над решением проблемы. В прошлом месяце Car Power Ship также отключила подачу электроэнергии в столицу Сьерра-Леон и Фритаун. Причиной стал невыплаченный долг примерно в 40 миллионов долларов. Американский инженер Стюарт Тартарони смело может сказать, что оставил свой след в истории технологий. Он был одним из разработчиков первых сотовых телефонов компании AT&T Labs в 70-х годах. Спустя десятилетия его детище отмечает знаковый юбилей – 40 лет с момента первого коммерческого звонка по сотовому телефону. «Команда сформировалась в конце 60-х – начале 70-х. Я пришёл в Bell Laboratories в 1972 году, когда сотовый был только в проекте, его ещё не существовало. С этой командой мы провели всю техническую работу, и в итоге в 1983 году был совершён первый коммерческий звонок». «Конечно, ранняя модель сильно отличалась от компактных устройств, которые теперь помещаются в карман. Компоненты телефонов становились всё меньше и меньше по мере технологического прогресса. Сначала из домов они перекочевали в автомобили». «Это один из самых первых сотовых телефонов. Он немного отличался от того, что вы держите в руках сегодня, потому что его устанавливали в авто. В багажнике был передатчик, сверху антенна». AT&T хранит архив сотовых телефонов с 1983 года. То, что начиналось как нишевый гаджет для тех, кто мог себе это позволить, превратилось в повседневную необходимость. И даже те, кто занимается бизнесом, этого не предвидели. «Когда разработка была завершена, мы пришли к выводу, что рынка для такой услуги нет. Аналогичное исследование провели примерно 10 лет спустя. Сделали тот же вывод. Поэтому никто не мог предвидеть такое распространение, как сегодня». Тоже сделал первый звонок. 13 октября 1983 года этим счастливчиком стал страховой агент Дэвид Мэйлон. Он позвонил по мобильному телефону во время рекламного мероприятия AT&T в Чикаго. Он был одним из первых, кто купил автомобильный телефон. Тот включал телефонную трубку, магистральный передатчик и антенну на крыше. Антенна подключалась к нескольким вышкам сотовой связи, установленным AT&T по всему городу. «У меня был автомобиль с радиотелефоном. Я активно использовал его для бизнеса. Он хорошо работал, а его использование стоило очень дорого». А Мартину Куперу приписывают изобретение сотового телефона и первый публичный звонок с портативного телефона на улице Нью-Йорка 3 апреля 1973 года. Он использовал прототип, который его команда в компании «Моторола» начала разрабатывать за 5 месяцев до этого. Без крови и маркер воспаления за 220 рублей. Диагностика инфекции со скидкой 20%. Диагностика инфекции со скидкой 20% Спонсор прогноза погоды – сеть медицинских лабораторий «Гемотест». Телеканал «Сочи-24» приглашает провести вечер за просмотром французской комедии «Налево от лифта». Одну из главных ролей, в которой сыграл Пьер Ришар. Ян и Борис – два художника, живущие по соседству. Повстречав на вернисаже роскошную блондинку, застенчивый и робкий Ян приглашает даму к себе. К тому моменту, как в его доме должна появиться возлюбленная, ревнивый Борис в очередной раз устраивает скандал молодой жене. Громко захлопнув дверь, он даже не заметил, что супруга выбежала вслед за ним в одном нижнем белье. Так как укрыться девушке негде, приходится просить помощи у Яна. Чем закончатся приключения двух пар, вы узнаете, посмотрев фильм «Налево от лифта» в эту пятницу, 20 октября, в 21.50 на телеканале «Сочи-24». Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok